Библия Ночь В Москве она состоялась на базе многих площадок. Одной из них стала научная библиотека Северного Арктического Университета. Приурочена она была году учителя, педагога и наставника по теме «Читаем вместе». Событие включало в себя 56 интерактивных программ. Встретил гостей интересными опытами и музей занимательной математики, самый молодой в корпусе библиотеки. Все экспонаты, а их более 50, сделаны руками школьников и студентов. И именно в этом заключается уникальность музея. Экспонаты, которые сделаны из дерева, это в основном все сделали студенты Архангельского педагогического колледжа. Если есть экспонаты, которые сделаны из пластика или из фотополимерной смолы, то это сделали ребята из ДНК. То есть они моделировали модели, а потом мы пересылали файлы в технопарк и они делали уже модели из пластика на 3D принтерах, печатали. Представили свои разработки и сами авторы. Один из них Станислав Второв, ученик 5 класса гимназии номер 3. Идея создания невозможных фигур пришла к нему еще год назад. Она дала толчок к исследовательской работе. С ней Станислав принял участие в выставке, где получил приглашение внести свой вклад в создание музея. Невозможные фигуры появились у меня, когда я наткнулся в интернете на слово бесконечность и я увидел одну из невозможных фигур. Я ее забил в интернете, мне выдало еще больше и больше. Это стало для меня большим толчком в науку. Наука не стоит на месте. Например, благодаря смартфонам жизнь стала проще. В небольшом гаджете способны уместиться тонны информации. Соприкоснуться с предметами, выполнявшими функции приложений современного телефона, помогли гостям сотрудники музея истории университета. Фотоаппараты, камеры, плееры и проигрыватель пластинок. Экспонатам, хранящимся в музее более 50 лет. И все они являются предшественниками смартфона. Один из экспонатов – это диапроектор. Он состоит из металлического корпуса, внутри которого лампочка и объектива. Внутрь верх ногами вставляются маленькие диапозитивы. При прохождении через линзу изображение переворачивается, благодаря чему мы видим правильную картинку. Приятным завершением Библионочи для посетителей стало участие в розыгрыше подарков. Призы по-настоящему разнообразны. Собрание поморской энциклопедии, сертификат в салон перманентного макияжа, классическая шаурма или ночь в гостинице «Двина». Настроение праздника распространялось из-за стены библиотеки. Перед самим зданием посетители смогли насладиться огненным шоу «Племя и пламя» от школы танцев «Сердце Прометея». Екатерина Аллатарцева, Анна Андреева, ДНК «Медиа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова